Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – длина окружности. Цель урока – знать, что отношение длины окружности к ее диаметру есть число постоянное, и знать и применять формулу длины окружности. Перед вами три стакана разной величины с круглым дном – ножницы, нити разного цвета и линейка. Как вы думаете, для чего нужны все эти предметы? Мы к ним вернемся чуть-чуть попозже, а сначала давайте вспомним определение окружности и ее основных элементов. Окружность – это замкнутые линии, все точки которых удалены от ее центра на одинаковое расстояние. Точка О является центром окружности. Отрезок, соединяющий центр окружности с любой точкой на окружности, называется радиусом. Как вы думаете, сколько радиусов можно провести в одной окружности? Абсолютно верно. Бесконечное множество радиусов, и все они будут одной длины. Отрезок, соединяющий две точки окружности и проходящий через центр, называется диаметром. Диаметр равен двум радиусам. Соответственно, радиус равен половине диаметра. И еще сегодня нам пригодится правило округления до указанного разряда. Чтобы округлить десятичную дробь до какого-либо разряда, то все меньшие разряды заменяются нулями и отбрасываются, если они находятся в дробной части. А предшествующая цифра не меняется, если за ней идут цифры 0, 1, 2, 3, 4, и увеличивается на единицу, если идут цифры 5, 6, 7, 8, 9. Примеры округления до тысяч, до десятков, в дробной части до десятых и до сотых. Вспомнили. Вернемся к нашему исследованию, к набору предметов. Тема исследования вытекает из темы нашего урока. Формула нахождения длины окружности. Мы с вами выведем эту формулу. Как вы думаете, можно ли с помощью линейки измерить длину окружности, которая находится в основании стакана? Наверное, нет. А вот с помощью ниток, ножниц и линейки давайте это попробуем сделать. Опоясываем дно нашего стакана нитью. Обрезаем лишнее, развернем нить и измерим ее с помощью линейки. Это и будет длиной окружности. Обозначим длину окружности буквой С и запишем получившуюся длину. Затем мысленно проведем на дне стакана диаметр, измерим его линейкой и запишем данные. То же самое мы сделаем и для каждого стакана. Опоясываем, обрезаем, нить измеряем и записываем данные и данные диаметра. Затем опять измеряем, опоясываем, убираем, измеряем и записываем данные. А теперь найдем отношение длины окружности к диаметру в каждом из трех случаев. Подставляем данные, записываем получившееся число. Во втором случае и в третьем случае. Давайте с вами посмотрим. У нас получилось одно и то же число. То есть отношение длины любой окружности к ее диаметру будет величиной постоянной. И мы ее будем называть число π. Это бесконечная десятичная дробь, поэтому мы будем брать приближенное его значение. 3,14. Это нужно запомнить. Продолжим наше исследование. Зная, что отношение длины окружности к диаметру равно числу π, можно из этого равенства выразить длину окружности. Длина окружности равна произведению π на d. Но так как диаметр равен двум радиусам, мы длину окружности можем вычислить и через радиус. Эти две формулы нужно выучить. Мы с вами вывели формулу для нахождения длины окружности. Практическое применение. Рассмотрим основные задачи на знание применения этих формул. В первом случае нам известен радиус окружности 5 см. Нам нужно найти длину окружности. Подставим во вторую формулу и получим. Длина окружности равна 31,4 см. И если в условии задачи известен диаметр, то удобнее использовать первую формулу. С будет равно 10,99 м. Вторая задача. Нужно найти длину радиуса, если известна длина окружности. Длина окружности 56 см. Чтобы вычислить радиус, мы можем его выразить из второй формулы. Радиус равен отношению длины окружности к 2π. Радиус равен 87,92 см. А можем просто подставить наши данные в эту формулу и получить уравнение с одной переменной. Находим радиус. В данном случае он равен бесконечной десятичной дроби, поэтому нужно округлить до какого-либо разряда. В данном случае до целых мы округлили. Радиус равен 3 м. Следующая задача. Диаметр земного шара приблизительно равен 12700 км. Скольким тысячам километров равен радиус и длина экватора Земли. Диаметр нам известно. Число π мы с вами теперь знаем. Найдем радиус и найдем c. То есть длина экватора – это длина окружности, потому что экватор примем за окружность. Так как радиус равен половине диаметра, то мы по этой формуле и вычислим его. Он будет равен 6350 км. А теперь по формуле нахождения длины окружности через диаметр вычислим длину экватора. Она будет равна 39878 км. Так как в задаче просто округлить ответ до тысяч, то длина экватора Земли будет равна 40000 км. Переходим к следующей задаче. Колесо на расстоянии 375 м сделало 150 оборотов. Нужно найти диаметр колеса. Расстояние 375 м. Число оборотов 150. Нам нужно найти диаметр колеса. Первое, что мы находим, это длину окружности колеса. Так как за один оборот колесо проходит расстояние, равное длине окружности, мы с вами 375 м делим на 150 оборотов. Длина окружности колеса равна 2,5 м. Из формулы длины окружности через диаметр выразим диаметр и найдем его. Диаметр будет равен десятичной бесконечной дроби, поэтому мы его округлим, ответ до десятых. Получается, диаметр колеса приблизительно равен 0,8 м. Следующая задача. Диаметр колеса тепловоза равен 180 см. За 2,5 минуты колесо сделало 500 оборотов. С какой скоростью идет тепловоз? Для того, чтобы выполнить, решить эту задачу, мы с вами опять используем формулу нахождения длины окружности через диаметр. Длина окружности колеса, то есть расстояние, которое пройдет колесо за один оборот, равно 565,2 см. Но так как колесо сделало 500 оборотов, то полное расстояние будет равно 282 600 см. Так как скорость нам нужно выразить в метрах в минуту, поэтому сантиметры переводим в метры. Получается 2826 метров. А теперь найдем по формуле, нам уже известной, чему равна скорость, это расстояние разделить на время. Расстояние мы с вами нашли, время нам известно. Вычисляем и получаем 1130,4 метра в минуту. Это скорость тепловоза. И самостоятельная работа для закрепления. Первое – прочитать материал по учебнику, запомнить основные понятия и формулы, выделенные значком. И второе – выполнить письменно две задачи, предварительно посмотрев те задачи, которые сегодня мы с вами рассмотрели. Первая задача – найти длину окружности диска, если диаметр этого диска известен. И в втором случае найти расстояние, которое пробежала кошка, по круглой тумбочке, радиус которой равен 2 дециметра, если она пробежала 75 раз. И в первом и втором случае для удобного вычисления число пи округлили в первом случае до десятых, а во втором случае до целых. Удачи вам! А сейчас оцените уровень усвоения нового материала. Выберите, пожалуйста, смайлик, который соответствует этому уровню. А у нас с вами урок окончен. Спасибо за внимание. Продолжение следует...